Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Татьяна Вжигжанина. Шанс проявить себя, реализовать самые смелые задумки и завоевать популярность появился у новосибирских студентов. Новое молодежное сообщество сейчас занято поисками молодых ученых, из которых планируют сделать лидеров общественного мнения. Какие темы интересуют молодежь нашего города и чем им может помочь блогерское сообщество, узнаете из нашего сюжета. В Новосибирском государственном университете экономики и управления в этот день собрались студенты со всего города, представляющие разные возы. Они пришли на встречу с актерами, блогерами и бизнесменами, которые приехали в Новосибирск искать будущих звезд среди молодых работников науки и культуры. Новое молодежное сообщество «Вызов» стремится добиться того, чтобы у молодежи кумирами были не только певцы и актеры, но и люди, развивающие российскую науку и культуру. Проект «Вызов» – совместный проект Негосударственного института развития «Инна Практика» и продюсерского центра «Инсайт Пипл». Это в первую очередь возможность проявить себя, привлечь внимание к своей области, к своей науке, которым молодой ученый занимается. И это на самом деле очень важно, потому что сейчас все-таки в некоторых направлениях существует проблема кадрового недостатка, и, возможно, таким образом она может быть решена. Резиденты сообщества смогут принять участие в кастинге реалити-шоу «Вызов» и научиться создавать уникальный творческий контент в соцсетях. Кроме того, они смогут претендовать на получение грантов для воплощения своих творческих идей. А еще появится реальный шанс найти инвестора под свой проект. Есть огромный интерес со стороны инвесторов вообще связанных с электроавтомобилями, электробайками, летающими байками, летающими автомобилями. Но вы бы не хотели себе приобрести по возможности летающий байк, например. После презентации проекта все собравшиеся смогли задать вопросы организаторам сообщества, представителям власти и бизнеса. Как выяснилось, задумок у новосибирских студентов много. И касаются они самых разных сфер – экологии, поддержки начинающих предпринимателей, популяризации, математики и других наук. Была очень живая, заинтересованная реакция, много вопросов. Мы рассказали обо всех наших направлениях, начиная от отбора участников во втором сезоне ТНТ «Реалити-вызов», который будет сниматься этим летом и запланирован к выходу в эфир ТНТ осенью текущего года. И заканчиваясь самыми разными возможностями, которые будут открываться перед участниками сообщества «Вызов». Благодаря сообществу «Вызов» его участники могут пройти обучение по грамотной презентации собственного проекта и получить доступ к компаниям из высокотехнологичного сегмента. Это открывает новые возможности и с точки зрения медийного продвижения собственного научного или творческого проекта, и с точки зрения компании высокотехнологичного сегмента, как потенциальных работодателей. Более подробную информацию можно найти на сайте вызов23.ру. В Новосибирской области работает более двух тысяч библиотек, и в течение года их посещает более трех с половиной миллионов человек. О своих достижениях и планах сотрудники библиотек рассказали нашему журналисту на торжественном собрании, посвященном Общероссийскому дню библиотек. Подробности в нашем сюжете. 23 мая специалисты государственных муниципальных библиотек города и области, а также библиотек вузов и школ собрались вместе, чтобы в торжественной обстановке подвести итоги минувшего года. Это торжественное собрание проводится в канон Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая. Сегодня мы будем награждать библиотекарей, работающих в муниципальных библиотеках, в сельских, в школьных, в библиотеке епархиальных. Будем награждать библиотекарей вузовских библиотек. Представители всех ведомственных библиотек, они будут на нашем празднике. Конечно, это праздник, но тем не менее мы покажем и работу библиотек по году наставника. Согласно итогам конкурса, который проводит Российский книжный союз, Новосибирская область признана самым читающим регионом. Мы победили во Всероссийском конкурсе «Читающий регион» с проектом «Век сибирской литературы», посвященный 85-летию Новосибирской области и столетию журнала «Сибирские огни». Поэтому, отмечая Общероссийский день библиотек, новосибирские библиотекари испытывают особую гордость и ответственность. В такой очень серьезной битве отстаивают право быть самым читающим регионом. И мы всегда в этом конкурсе были в топе 10 регионов, где активно развиваются все проекты чтения, инфраструктура чтения. А вот по итогам 2022 года и весь 2023 год мы являемся литературным флагманом, самым читающим регионом России. Но тем более очень важно сохранить вот этот статус на будущее. Сейчас работа всех библиотек в основном выстроена в контексте год педагога и наставника. Библиотекари ведут работу по просвещению и воспитанию населения разных возрастов, от детей до пожилого. Особенно это заметно в районах, где появляются модельные библиотеки. Такая библиотека в скором времени появится в Чистозерном районе, который в этом году исполняется 95 лет. В этом году у нас предстоит два ярчайших события. Как я уже сказала, это отпраздновать юбилей. И в рамках 95-летнего юбилея состоится долгожданное открытие центральной модельной библиотеки. Также хочу сказать, что это усилие всего коллектива. Когда мы подавали заявку, ну, может быть, не рассчитывали на победу, потому что понимали, что заявок будет очень много. Когда увидели себя в числе победителей, ну, наверное, не поверили, потому что из 600, более 600 заявок было подано, и в победители вышли только 200 библиотек. Встречи библиотекарей на торжественном собрании – это повод еще раз друг с другом поделиться опытом успешной работы. Ведь впереди 27 мая всех их ожидает серьезное испытание – провести общероссийскую акцию «Библия ночь», которая в этом году будет проходить под девизом «Читаем вместе». Новосибирские полицейские пресекли преступные деяния межрегионального оптового курьера, который, подозревают правоохранители, сбывал синтетику на территории Сибири и Урала. Все подробности далее. Как всегда, результат дали оперативно-розыскные мероприятия. Провели их сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков областного полицейского главка, которым удалось выявить межрегионального наркокурьера. Злоумышленник, как выяснилось позже, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, занимался поставками запрещенного вещества «Мефедрон» в Новосибирскую, Томскую, Свердловскую области и Красноярский край. Наркокурьером оказался безработный 31-летний житель города Красноярска. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» вблизи одного из населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области. При досмотре автомобиля «Кеа», на котором передвигался подозреваемый, полицейские обнаружили и изъяли в тайнике, оборудованном в автомобиле, наркотическое средство «Мефедрон» общей массы около 7 килограммов. Кроме этого, в Новосибирской квартире по месту временного проживания фигуранта сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще около 8 килограммов аналогичной синтетики. В ходе дальнейшего разбирательства при осмотре участка в лесополосе около одной из деревень Свердловской области стражи порядка обнаружили тайник со схожим смертоносным зельем общей массой около 5 килограммов. Всего у задержанного из незаконного оборота было изъято почти 20 килограммов запрещенного вещества. Как установили полицейские, обвиняемый осуществлял перевозку крупных партий наркотиков с целью дальнейшего сбыта на территории различных регионов России путем сооружения тайников-закладок более мелкими партиями. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование. Фигуранту предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств в особо крупном размере. За такие деяния можно получить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. В Новосибирске пройдет горячая линия по вопросам бездомных животных. В среду 24 мая с 14.00 до 15 часов в Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города будет работать горячий телефон. Специалисты ответят на вопросы горожан об организации деятельности в сфере обращения с животными без владельцев. Номер телефона вы видите на своем экране. 18 мая стало известно о том, что в Болотнинском районе к стаду коров примкнул лосенок в возрасте несколько дней от роду. Во вторник 23 числа маленького, но все же дикого животного доставили в Новосибирск и передали в зоопарк имени Ростислава Шила. Историю спасения продолжит Александр Булдаков. Специалисты говорят, что этому лосенку всего 10-12 дней. У него даже пуповина еще не отпала. Обнаружил его в Болотнинском районе фермер Николай Солодянкин среди своих домашних животных, к стаду которого прибился в будущий сахатой. Селянин сообщил об этом инциденте в региональной Минприроды, а тем временем ухаживал за лосенком и дал ему имя – Шатун. Он сразу же к нам обратился. Госинспектор и ветеринар, управление ветеринарией по Новосибирской области выехали к нему. Ветеринар осмотрел лосенка, слава богу, жив, здоров, не ранен, никаких кожных повреждений, все хорошо, пуповина засыхает, все нормально. Но он нуждается в молочном скармливании. То есть самостоятельно выпустить его сейчас невозможно. Провели и расследование этого случая. Ведь такой маленький лосенок по-любому не должен далеко отходить от своей матери. Наш госинспектор обследовал всю блеслежащую территорию. То есть место убоя лосихи не найдено. Как и самой взрослой лосу бежевой в принципе. Пытались, конечно, некоторые попытки предпринять, чтобы он ее позвал. То есть подвозили его к лесу, оставляли на некоторое время одного, чтобы он покричал, может какие-то звуки и так далее. Но, к сожалению, тщетно. То есть он возвращался на запах молока назад к фермеру Николаю. Так и прожил Шатун несколько дней у фермера. Пока в Минприроды не решили, что с ним делать. Николаю большое спасибо. Он пять дней его выхаживал. Очень привязался к нему, кстати. Это такой тонкий момент, который мы как министерство каждый раз отмечаем, что это и не хорошо, и не плохо, да, спасение дикого животного. Но, тем не менее, изъятие из естественной среды запрещено. Поэтому, естественно, мы как министерство провели обязательную работу по выяснению обстоятельств, произошедшего, правда ли это, все ли было так на самом деле. И все, документально все оформили, как положено по закону. И большое-большое спасибо зоопарку. Они согласились его принять на содержание, будут его сейчас выхаживать. Так как изъятие дикого животного из естественной среды его обитания запрещено, то о подобных случаях в Минприроды рекомендуют сообщать по телефону горячей линии, номер которой вы видите на своем экране. К тому же, ни в коем случае нельзя приближаться к животному, а тем более не стоит его прикармливать. Если будет что-то известно о судьбе этого маленького шатуна, мы вам обязательно расскажем. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277 0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok